В одном домике будет зерно, в другом домике будет премикс, в третьем жмых, в четвертом горох, вот это все будет. И здесь же будет погрузчик, он соответственно будет уже тут на площадке добавлять. Сейчас у нас трактора едут на зерноток и там соответственно добавки даются. А в будущем у нас получается все будет сразу здесь замешиваться, никуда он ездить не будет. Кормовая площадка для хозяйства является одним из самых важных мест, ведь здесь происходит замес питания для крупного рогатого скота. Во многом именно от этого зависит качество продукции, полученной в дальнейшем. Замесы мы делаем по рецептуре, то есть для начала мы проводим анализ кормов, проводим сколько сухого вещества в этом корме, затем мы работаем с Новосибирским институтом, нам сбрасывают рационы. По этой рецептуре мы соответственно делаем замесы. Например, в данном случае у нас сейчас получается сенаж 60%, кукуруза 40%, ну и полтора процента сена мы добавляем, это коровы. Рецептура кормов зависит от нескольких факторов, в том числе от времени года и даты сбора корма. Рядом с этой площадкой также планируют построить крытую сенобазу, чтобы осадки не влияли на качество питания. На сухостойном дворе хозяйства коровы с удовольствием проводят целый день на свежем воздухе. Под лучами солнца они отдыхают перед важным событием в их жизни – отелом. И колючий мороз вовсе не помеха. Они только запущены, у них еще вымя не начинает набираться. Как только не начинают набирать вымя, мы их переводим в другой сухостойный двор, там соответственно другой рацион и другие жилищные условия. Сейчас в колхозе Победа 2541 голова, тысячи из них – фуражные коровы, а все остальное – это молодняк. Все эти теляты родились в декабре 2019 года. Здесь они находятся до достижения трехмесячного возраста. А вот, кстати говоря, у этого красавца завтра день рождения. На молодняке трудятся четыре человека. В хозяйстве 22 доярки и 14 скотников. В настоящее время поголовье увеличивается, а это значит, что и доярок в хозяйстве скоро прибавится. Их рабочий день начинается задолго до первых лучей солнца. С утра в 6 часов доярки приходят. Подготавливаемся к дойке, проходит доение коров. Потом приходят скотника, начинаем кормление. Руководитель наш стремится, чтобы люди получали зарплату. Зарплату у нас получают, и аванс, и заработную плату строго в одно и то время. Ну, большинство на ферме работает молодежь. Приходит к нам молодежь работать. В победе на особом контроле стоит предупреждение и борьба с лейкозом. Во-первых, телята пьют исключительно пастеризованное молоко. Во-вторых, для вакцин используются только одноразовые иголки. И в-третьих, в хозяйстве активно практикуют искусственное осеменение. Что касается суммарных показателей по району, по состоянию на 20 января надоено молока за день 87,6 тонн или 104%. Наибольшие показатели в СПК «Колос-Колхоз». СПК «Колос-Колос-Колос»